МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лер, чего такая грустная? Да, в принципе, я не грустная. Она просто задумалась. У моей подруги завтра день рождения, а я без понятия, что ей подарить. Только не говори, что у тебя не хватает фантазии. Не поверю. Ну, идей много, но это же лучшая подруга. Хочется же что-то необычное, какой-нибудь прям удивительный сюрприз подарить. Ну, ты знаешь, в твоих творческих способностях я не сомневаюсь ни разу, но мне кажется, иногда лучше думать сообща. И вот мне кажется, что у тебя сегодня есть возможность посоветоваться с нашими гостями. И я думаю, что через час план стратегических действий будет готов. Согласна. Здравствуйте, в эфире «Классный час». Тема дня – подготовка к праздникам. Детский праздник – это особое мероприятие со своими особенностями и нюансами. Не зная, как и что нужно сделать, можно попасть в просаг и испортить ребенку праздник. Необходимо продумать каждую мелочь. Конечно, но даже если со многими важными моментами родители легко справляются сами, то с интересными развлечениями могут возникнуть трудности. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, как наша гостья – организатор праздников Мадина Макоева. Здравствуйте. Мадина, здравствуйте. Проходите, садитесь. Как ваше настроение? У вас здесь так в студии все ярко, настроение соответствует. Мы рады, что вам нравится. Скажите, как у вас родилась идея заниматься организацией праздников? Я не могу вспомнить, когда это появилось точно, потому что первая идея вообще организации – это были организации свадеб. Но потом постепенно спектр расширился и захотелось чего-то большего, чего-то интересного. Публика помолодела. Да. А что может быть интереснее, чем дети, которые являются источником бесконечного вдохновения? А есть ли у вас какая-нибудь команда? Расскажите, кто вам помогает в организациях праздников? Наверное, это сейчас прозвучит не очень скромно, но основной костяк команды – это я сама. Но, конечно, я бы не справилась без замечательных творческих людей, которые работают в нашем городе. Различные аниматоры, оформители, изготовители сладостей. Поэтому можно сказать, что работа организатора, она всегда объединяет очень много людей. Интересно. А вот мне интересно, вы же работаете с детьми, а какие возрастные категории входят в поле деятельности? С кем работаете? Ну, самые большие детские праздники, которые я организовывала, это были семейные фестивали. Там были дети самых разных возрастов, начиная от трех лет и выше, то есть там подростки. И вся специфика праздников была в том, чтобы придумать зоны развлечений для каждого из возрастов. Ну, а в основном это бывают, конечно, детские праздники, детские дни рождения, а дети там до семи, до восьми лет. А, то есть совсем малыши. А расскажите подробнее о том, какие праздничные программы можете посоветовать, например, мне или же моей подруге? А можно на сколько лет подруге? 14 лет. Так, это у нас самый интересный и самый необычный возраст, когда бывает такой поиск вообще самого себя, поиск интересов. Но в любом случае, вне зависимости от возраста, всегда нужно отталкиваться от увлечений ребенка. Потому что, неважно, даже трехлетний ребенок бывает чем-то конкретным увлечением в данный момент. Например, какой-то мультяшный персонаж. Если мы говорим о подростках современных, то, возможно, как вариант, это может быть какая-то вечеринка в стиле ТикТока. Как тебе, Лер, такая идея? По-моему, да. Но мне кажется, моя подруга предпочитает Гарри Поттера. Так и тем более, если мы затронули тему ТикТока, то сейчас очень популярна там тема Гарри Поттера, и я вновь влюбилась во всех персонажей. Поэтому думаю... Подожди, где ТикТок, а где Гарри Поттер? Ну, там уже очень много тем в ТикТоке. Различные темы, на любой вкус тебе попадаются рандомные видео. И вот я попала на такую сторону ТикТока. Я не в материале просто. Да, я попала на ту сторону ТикТока, где любят Гарри Поттера. И да, теперь я охвачена этой темой. Какое вот прям меткое попадание. Просто вот буквально 10 дней назад у нас прошел день рождения в стиле Гарри Поттера. О, боже, почему меня там не было? Как я могла это упустить? Здорово. А на какие еще интересные темы, вот так вот, вы чувствуете вот такую активную отдачу от детей? Что любят дети? Ну, современные персонажи, это куклы Лол, щенячий патруль. Конечно, есть общие такие, как сказать, общепринятые программы, там, в которых детям предлагают, там, поиграть в шарики, пролезть через тканевую трубу. Стандартные такие, да, схемы? Ну, помимо вот этих активных развлечений, помимо каких-то там музыкальных номеров, все-таки хочется вносить что-то интересное, разнообразить тематику, например, какие-то конкурсы, викторины. И по максимуму задействовать взрослых, потому что, несмотря на то, что детский праздник, он создает для детей, это та площадка, где родители могут поведенствовать со своими детьми. И когда еще мама со своим ребенком будет прыгать в мешках. Да, да. Такое было, я помню, на моем празднике. А вот бывало ли у вас такое, что, ну, как бы, детям, ну, не понравилось мероприятие? Что вы делаете в таком случае? Или вроде бы все проходит гладко? Ну, вот сейчас просто сложно вспомнить такие моменты. В основном мы практически всегда попадали в цель, потому что изначально проводили работу тщательно по подготовке, то есть выяснить интересы ребенка, то есть что ему наверняка понравится. И мое такое личное правило всегда делать акцент на каких-то деталях, которые запоминаются детям. Обязательно делать какие-то мелочи, которые ребенок с праздника сможет унести с собой, чтобы они были не затратны для родителей, но при этом остались в памяти для гостей. Ну, к примеру. А вот, например, Лера хочет устроить вечеринку для подруги. Какие мелкие детали, сувенирчики могут украсить их мероприятие? Мне кажется, нужно побеседовать со мной, узнать о моих интересах и тем самым только делать выводы и устроить вечеринку. Так это? Да, ну вот, например, если мы говорим о Гарри Поттере, то в конце вечеринки каждый из детей получил именное письмо из Хогвартса. Опять в десятку, да? Как я могла это пропустить? Откуда у вас письма из Хогвартса? Я не удивлюсь, если это совы принесли, эти письма. Да, у нас был шарик в виде совы, который... Какие ты? Ножом по сердцу. Я поэтому говорю, что главное уделять внимание деталям. Здорово. Скажите, вот в завершении, какими качествами должен обладать человек, который организует детские мероприятия? Давайте вот пять основных. Ну, мне кажется, что в первую очередь, вне зависимости от того, детское или взрослое мероприятие, ты должен быть ответственный человек. Потому что, если уже вам доверили мероприятие, вы не должны подвести. Тем более, если вас ждет ребенок. Второе, я думаю, что всегда стараться быть в тренде. Понятно, что вам, может быть, не нравится этот YouTube-канал, который смотрит ребенок и персонажи. Делать что-то нужно. Да, и уметь находить даже в каких-то, может быть, на наш взрослый взгляд, негативных трендах, что-то положительное, поучительное. Он должен быть всегда коммуникабельным. Потому что, как я сказала, что невозможно одному что-то организовать, если тебе не будут помогать люди, занимающиеся тоже чем-то в своей сфере. Ну, и всегда быть на позитиве. Потому что с детьми нужно обмениваться энергией. Мадин, ну, вы знаете, вот ваш позитив чувствуется, и он передается, и мне кажется, атмосфера даже поменялась у нас в студии. Спасибо большое за такую приятную и развернутую беседу. Нам очень приятно, что вы пришли к нам в гости. Спасибо большое. Да, о тонкостях организации праздника «Теперь я знаю все» или же почти все осталось определиться с подарком. Да, вот как сделать подарок, достойный внимания близкого человека, предлагаю узнать из сюжета. Подарки на праздники могут быть абсолютно разными, но больше всего родители и родные ценят те, которые сделаны руками детей. Рисунок гуашью 3D-открытка на 8 марта или поделка из спичек. Что мы изобразили, дети? Деревья. Деревья мы изобразили. А деревья какие? Осенние. Осенние деревья. Хорошо. У нас на небе что? Облака. Облака. Облака мы с помощью чего наносили? Трафаретов. Трафаретов. При выборе подарка многие ориентируются не только на оригинальность, но и на эксклюзив. Будьте уверены, сувениры, которые вы смостили сами, точно будут в единственном экземпляре. Для любого фона. Можно, давайте. Начинаем. Делаем так. Сначала смачиваем кисточку. Да, я знаю. Потом мы берем, окунаем в белую вашу краску. Давай вот одна на двоих, да? Мы напросились на занятие к педагогу дополнительного образования Ирине Афанасьевой. Она нам расскажет и покажет, какие подарки ребенок может сделать самостоятельно. Это не только увлекательно, но и полезно для развития детей. Дети не сами по себе всегда творческие личности. Когда они занимаются, творчество в них растет. Они растут вместе с ним. То есть, если ребенку не дать в руки кисточку, он не узнает, что такое, не раскроет свой потенциал, не знает, как это прекрасно быть художником вообще. И даже если ты направляешь себя не на художественную деятельность, а, например, планируешь стать инженером, это в будущем очень сильно помогает. Помогает мыслить не так, как мыслят все остальные. Помогает более широко взглянуть на проблему. Поэтому это нужно развивать изначально. Это как первые шаги, как азбука. Ирина предложила сделать открытку. Для этого достаточно иметь под рукой картонную бумагу, клей, ножницы, краски и, конечно же, немного фантазии. И вот этим только? Вот этим только, вот так, до вот этой вот полосы. До того места, где у тебя синяя начинается. А, вот так. Только не поперед кисточки, а плашмя кисточку клади. Вот так. Большинство ребят, как оказалось, открытку своими руками делали первый раз. А были те, у кого дома даже есть целая коллекция. У меня мама часто рисует. Я иногда рисую с ней. И мы делаем различные поделки. Любимой нет. Мне нравятся те, которые вот очень позитивные и красивые. Я больше люблю рисовать, чем делать что-то руками. Потому что рисовать я могу изобразить все, а сделать, ну, я не знаю, как-то. Когда бывают праздники, обычно дарю учителям или же родным, бабушке, дедушке. У меня есть папочка с дипломами моих работ, которые я делала, также в медали. При изготовлении подарков ребенок должен всю работу выполнять сам, уверяют педагоги. Можно только подсказывать. Таким образом развивается воображение. А еще дети приучаются к самостоятельности. Мы берем разные направленности, с разными материалами работаем. От самых простых, начиная от бумаги, с бросовым материалом работаем. Даже до жести вплоть доходим. Ну, конечно, в зависимости от возраста ребенка. Сувенир, сделанный своими руками, может получиться ничем не хуже покупного. А может быть, даже и лучше. Ведь все, что делается от чистого сердца, дарит море положительных эмоций. Анна Джекаева, Анна Сопоева, Заур Кодзаев, Аслан Айларов. Классный час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, не каждый, но один обязательно приедет. Между прочим, он уже здесь. Дед Мороз в Сея Осетия. И он же актер Григорий Гапузов. Здравствуйте, Григорий. Приятно вас видеть. Здравствуйте. Мне тоже очень приятно вас видеть. У вас огромный стаж. 27 лет, как Дед Мороз. Чем занимаетесь, помимо уже привычных обязанностей радовать детей? Ну, я провожу праздники для детей и взрослых. В течение 27 лет это я как Дед Мороз работаю. И, ну, первым в городе тоже стал заниматься этим я. Я с 96-го года я работаю как аниматор. Провожу детские праздники. Ну, я провожу и взрослые праздники, но как бы чаще приглашают все-таки к детям. И как бы, ну, я чувствую их, я понимаю их, я на одной волне с ними бываю. Но вот для вас это больше работа? Вообще Дед Мороз это должность или состояние души? Ну, вообще, как я говорил, где-то вот в интервью у меня уже как-то спрашивали. Вообще, я сказал о том, что Дед Морозами все-таки рождаются. Ими не становятся, ими рождаются. Вот, и поэтому, да, это состояние души. Это не работа, я не называю это никогда работой. И когда я надеваю на себя костюм, я превоплощаюсь полностью в этого волшебника. То есть я себя ощущаю этим волшебником настолько, что, ну, у меня появляется характерная походка, у меня появляется характерная речь, у меня появляется, ну, то есть вот я настолько вот вживаюсь в этот образ, мне кажется, что я становлюсь просто. А как быстро вы выходите из образа? Или вы все время в нем пребываете? Как только снимаете костюм сразу? Ну, практически... Нет, я практически круглый год бываю в образе веселого такого вот заводилы, который проводит праздники. Поэтому, как бы, я практически из этого образа не выхожу. То есть мне... Ну, все время я в этом образе бываю. Вам в этом комфортно, да? Мне в этом комфортно, да. Да. А любите ли вы детей так же, как ваш персонаж? Да. Я думаю, если бы, ну, просто делать нечего в профессии тому, кто не любит детей. Вообще, вот, я... Это не касается, не только Деда Мороза, вернее, а это касается вообще того, кто работает с детьми. Будь то это воспитатель в детском саду, будь то это артист-аниматор, будь то это артист детского театра. Если ты не любишь детей, то, я думаю, у тебя ничего не получится просто. По факту, да. А расскажите, пожалуйста, у вас такой огромный стаж за плечами и, наверное, столько всяких интересных историй, которые вы можете вспомнить. Вот, в каких учреждениях вам доводилось работать, с детьми какого возраста и что вам из этого всего запомнилось больше всего? Где интересно, где, может быть, не очень? Ну, в учреждениях я, наверное, за годы вот этой вот работы, я, ну, где только я не был. И в каких только учреждениях я не был. И, то есть, я сотрудничаю с детскими домами, и когда я слышу слово благотворительность, я моментально лечу туда. Вот, и мы вот сотрудничаем с нашей местной организацией «Время перемен», «Лучки надежды», Альбина Кутаева, вот, председателя этой организации. Вот, буквально на дне города мы сжигали на набережной, вот, с этими лучками надежды. Ну, это очень солнечные дети, и, не знаю, меня чем-то притягивает к ним, что-то меня манит к ним, вот, и я с ними готов работать. Такой обмен энергии идет, да? Да, обмен энергии идет, да, и, ну, я же говорю, где я только не был, я и в больницах работал, и как Дед Мороз тоже, и в детских садах, и в школах, и со взрослыми, и с детьми, и, ну... Ну, вот вы говорите, что бывали в разных учреждениях, и развлекали, радовали разных детей. Вот, я говорю разных, это на самом деле так? Дети разные или нет? Или дети все одинаковые? Дети есть дети. Дети есть дети, да, ну, каждому нужен все-таки подход, подход нужен все-таки, ну, по-разному. Они по-разному ощущают мир, по-разному проявляют себя, поэтому, естественно, подход нужен каждому индивидуально все-таки. А если, вот, как дети на вас реагируют? Если, что вы делаете, когда они могут испугаться вас, например? Кстати, дети же часто боятся. Да, дети часто боятся аниматоров. Что вы делаете в таком случае? Обычно я стараюсь, если я работаю в паре с кем-то, я стараюсь, ну, меня не мудрено испугаться. Дед Мороз, как бы, ну... Двухметрового роста, ну, я, может, на месте ребенка, я, может, тоже бы испугался такого человека. Я стараюсь, если я работаю в паре с кем-то, то, если это Снегурочка, то я выпускаю вперед Снегурочку. Перекладывайте ответственность, да? Нет, не то, что перекладывайте, просто она начинает, начинает потихоньку, 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 потом уже в это дело вписываю себя. И потом ребенок уже не хочет нас отпускать, он уже, когда мы уходим, он начинает плакать, он начинает расстраиваться, то, что мы уже уходим. Хотя до этого он мог действительно бояться меня. И был даже у нас вот случай, мы были в детском саду, играли персонажи Маша и Медведь. Для трехлетних детей, ну, день рождения был у девочки, и вышла Маша, как обычно, вот впереди вышла Маша, дети стали плакать. Я уже думаю, ну, как быть, как выходить, я уже там в таком вот тропеде, в такой вот замедленной съемке, вот я выхожу к ним, тут дети увидели меня и кинулись меня обнимать. Я был, честно говоря, ошарашен. Честно говоря, я был ошарашен, меня эта реакция удивила детей, хотя вот, ну, я не ожидал, честно говоря, такого. Машу испугались, а на Медведя они уже накинулись. А вашей коллеге не было обидно, что ее испугались, а вас не испугались? Нет, они потом уже, дети уже вписались в колею и уже стали играть, и там такие чудные фотографии получились после этого праздника. Григория, бывает, бывают ли такие ситуации, что один очень маленький такой наблюдательный мальчик говорит, а у этого дяди нос из воска, у него борода отклеилась. Он недостойчивый. Ну, у меня таких ситуаций, ну, бывает, конечно, когда начинает отклеиваться что-то, тем более я не делаю такого, чтобы у меня, у меня на клею все, был центральный клей специальный. Но я стараюсь, как бы, если такая ситуация возникает, я стараюсь что-то делать, так вот, ну, запуская какую-то игру или конкурс, и я могу выйти и поправить. То есть все происходит очень деликатно, да? Да, все происходит деликатно и незаметно для детского глаза, но ребенок все-таки не должен видеть перевоплощения. И должен разочаровываться. Да, и даже в моей практике были случаи такие, когда, это буквально в прошлом году, вот я приехал в школу, воскресная школа на Джанаева, там спортивная школа, и воскресная школа в одном помещении они находятся. Я к ним уже хожу с 94-го года. О, стабильно прям, да. Вот, с 92-го я начал работать, а с 94-го я к ним хожу вот в качестве... И я прохожу, я приехал в образе прямо из дома, с полцом, в костюме, с мешком за спиной. Захожу, и двое мальчиков стоят в коридоре, в фойе этого, этой школы, и один другому говорит, посмотри, этот Дед Мороз настоящий. Он говорит, почему? У него брови белые. Вот ему говорит, потому что брови белые у него. То есть, люди особо не заморачиваются, покупают дешевый материал, дешевый этот, и не заморачиваются ни с цветом волос, ни с бровями, ни с чем. То есть, ну, это все надо вот нюансы эти соблюдать. А я стараюсь соблюдать эти нюансы, чтобы... У меня есть в практике случаи, когда дети верили в Деда Мороза до 15 лет. Хотя, мне многие говорят, они тебе подыгрывали. Нет, они не подыгрывали. Я знаю точно, что они мне не подыгрывали. У вас, наверное. Я знаю точно, я на 100% уверен, и знаю, что они мне не подыгрывали. А вот я знаю, что вы попали в энциклопедию Деда Мороза. Какое это значение для вас имеет? Как это, может быть, на вас даже повлияло? Ну, какое значение имеет? Поясните нам для начала, что это такое, что значит энциклопедия Деда Мороза? Что это в целом значит? Ну, энциклопедия Деда Мороза, она возникла буквально вот на днях. Ну, не то что на днях, это случилось месяц назад. Я даже месяца еще нет. Я 26 сентября ездил на форум Деда Мороза в город Пушкино. Это Подмосковье, Московская область. Форум Дедов Морозов. Там был главный Дед Мороз России, представитель которого подошел именно ко мне. И, кстати, Дед Мороз, главный Дед Мороз России хочет посетить с визитом нашу республику. Ого! Вот эта заявка. Именно ко мне подошли, но там было из, если я не ошибаюсь, из 25 городов России. И там были Деды Морозы. То есть там были из Москвы, из Петербурга, из Казани, Рязани, Пензы. Ну, то есть откуда только не было. И, насколько я понимаю, вот эта вот энциклопедия возникла именно вот в этот момент. И, насколько я знаю, я пока что второй, о ком сказано в этой энциклопедии. Там первый – это вот этот Алексей Проговьев, который приглашал, который устраивал этот фестиваль, который устраивал этот форум. И второй – это я. То есть там идет история Деда Мороза, история образа Деда Мороза. И вот о двух персонажах отдельно есть статьи. Потому что, ну, другие пока… Нам это тоже очень приятно, и мы очень горды за вас. Здорово. Да, другие пока не прислали материалы, видимо, а о себе не прислали. Ну, и зря. Значит, в нашей республике один из лучших Дедов Морозов нашей страны. Да, ну, я думаю, все понимают, чем это нам вот в хорошем смысле слова грозит, если главный Дед Мороз России приедет к нам в республику. Это престиж, это… Ну, я не знаю, это… Ну, это все для нас, это очень-очень важный момент. Если приедет главный Дед Мороза России. Ну, я так думаю, что грядущий Новый год обещает быть очень… Интересным. …запоминающимся и невероятным. Спасибо вам большое за то, что пришли, за очень теплую, приятную беседу. Несмотря на то, что вы Дед Мороз, беседа получилась очень теплой. Да. Вот. Ну, а мы уходим на рекламу, не переключайтесь, скоро вернемся. Юные и талантливые, любопытные и творческие корреспонденты интересуются всем и готовы осветить любую, даже самую сложную тему. Так представляют себя дети из Эрасика. Одна из популярных детских познавательных программ на нашем телевидении недавно отметила юбилей. Уже 25 лет корреспонденты Эрасика развлекают и воспитывают юных зрителей. А вот как прошел праздник, кто поздравил юбиляров, расскажут руководители Эрасика Ирина Белова и корреспонденты Лана Кайтмазова, Анна Гамаонова и Арсена Нанян. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Мы вас поздравляем. Спасибо. Расскажите, как отметили юбилей и кого из гостей пригласили на праздник? Дело в том, что мы не могли никак собрать много людей, поскольку ситуация, сами понимаете, какая. Но у нас в нашей программе юбилейной мы собрали наших выпускников, мы собрали тех, кто сейчас занимается, тем более, что дети писали сами сценарии этой программы. И самое интересное то, что нас поздравил президент Лиги юных журналистов России. Мы филиал этой Лиги на Северном Кавказе единственные. И очень приятный молодой человек Павел Кудрявцев. Очень приятно нам тоже это слышать. И приятно, что растет такое профессиональное поколение журналистов. Ребят, расскажите нам, пожалуйста, как вы попали в Ирасик? С чего все началось? Ну, наверное, у меня банальная история, но в Ирасик я попала благодаря маме, которая нашла кружок журналистики и сказала, пробуй. Да, пробуй, а дальше как пойдет. И получилось. Отлично. А что нам расскажет Арсен, например, который убежал от нас почему-то? Арсен, как ты попал в Ирасик? На самом деле в Ирасик я хотела попасть очень долго, где-то на протяжении лет пяти. Ого. Ирина тебя не брала? Нет, я просто боялся прийти. А, почему? А когда приходил, оказалось, что уже давно идет учебный год и надо дождаться нового. А потом я благополучно забывала об этом. Но когда все-таки пришел, встретил много новых друзей, много старых друзей. И мне невероятно это понравилось. И до сих пор я хожу и надеюсь, буду продолжать ходить еще много лет. А чем вы там занимаетесь? Как у вас проходит обучение? То есть прям вот такие вот настоящие уроки, занятия? Прям настоящая школа. Да, или все в виде игры. Можно я начну? Да, конечно. Значит, почему мы называемся школа? Потому что у нас дети приобретают несколько профессий, имеющих отношение к журналистике. Прежде всего это корреспондент, ведущий. Те дети, которые хотят освоить эпидемиологическое мастерство, они обучаются фотографии, монтажеры, режиссеры, сценаристы. То есть, понимаете, все это любой ребенок может пройти во время учебы. Одновременно или у вас прям специальные профили? Нет, нет. Ну, вы понимаете, что у нас бывают общие занятия и индивидуальные. Тот ребенок, который хочет себя в чем-то проявить, он уже занимается отдельно. И, ну, к сожалению, почти всегда приходится мне это делать. Но тем не менее, вот Арсен сейчас учится фотографии, делать репортажные фотографии. А мы учимся позировать. А когда он этому научится, тогда мы ему можем дать уже видеокамеру. А вот в план вашего обучения входит, например, если ребенок боится разговаривать перед камерой, вообще вести программу. Вы его учите, как не бояться выступать на публику? Ну, это не на публику, а на камеру. А, ну, на камеру, да. Да, конечно, конечно. Преодоление этих барьеров всегда сложно бывает у детей, но, тем не менее, почти все хотят на экран. По факту, да. Ну, а как распределяются тогда обязанности среди студентов, так скажем, если все хотят на экран? Очень просто. У нас бывают программы из пяти-шести сюжетов. Постепенно дети готовят свои сюжеты. И проходят полностью, значит, технологию написания, репортажа, сборы материала, информации, интервью, как пишется. В общем, каждый ребенок делает это. Чаще всего это в виде игры проходит. Девочки, а вот вы кем хотите стать? Вы хотите на экран или хотите создавать какие-то интересные материалы, сюжеты? Или работать на радио? Что вас привлекает больше, да? Вообще, хотелось бы попробовать все и определиться, что больше нравится. Вот. А как Ирасик вообще повлиял на вас? Что изменилось после того, как вы вступили туда? Вообще, когда ходишь в Ирасик, человек становится более раскрепощенным. Ему легче общаться с людьми. То есть, любой вопрос, который человек ему задаст, то ты можешь ответить и легко, свободно, и не думать, ошибся ты или неправильно ли ты сказал. Благодаря чему? То есть, развивается фантазия, скорость реакции, словарный запас? Ну, вообще, ты не только в плане разговорной речи становишься лучше, ты начинаешь, можно так сказать, даже в учебе тебе легче становится. Потому что в Ирасике ты пишешь творческие работы, и это помогает тебе в русском, в литературе и в других. Как вы это все совмещаете, мне интересно, если у вас такая насыщенная программа в Ирасике, плюс еще обязательные предметы в школе. Что происходит? Когда вы все это делаете? Если быть честным, мы все очень, даже очень ленивые. Я вас понимаю. И очень редко мы пишем репортажи, потому что у нас занятия всего лишь один раз в неделю. И нам дают задание, неделю написать репортаж нам должно хватить, но иногда... Не хватает. Да, мы можем настолько долго это все тянуть, тянуть, и только через месяц, через две недели только написать. Это в последний момент, как это бывает обычно, да? И когда репортажи уже готовы, к ним пишутся объявки. То есть, кто написал объявки, того и снимают. То есть, идеи для программ вам дают? Нет, мы сами выбираем ту тему для репортажа, которая нам нравится. Ну, еще вы знаете, как у нас бывает, иногда приглашают на съемки. Ирасик, пожалуйста, приезжайте к нам в школу, какое-то там событие. В таком случае у меня есть дети, которые работают оперативно и импровизационно. То есть, они сразу во время съемки придумывают все. Начиная от стендапа и заканчивая закадровым текстом. Для этого нужно иметь серьезный опыт. Причем не зная, что происходит и что будет происходить. То есть, они сразу улавливают ситуацию. Сразу придумывают. Но всегда получается так, как нужно? Или бывают такие вот... Нет, те, кто едет на такую съемку импровизационную, у них всегда получается. То есть, у вас такой отряд супергероев, которые готовы выехать быстренько. Да, есть такие. А есть ли вот такие у вас дисциплины, как сценическая речь, техника речи, наверное, в вашем случае, да? Это, в принципе, все есть в процессе занятий. Но дело в том, что я фактически человек единственный, который с ними работает. Поэтому я должна с каждым все это освоить. Единственное, что мне помогают наши волонтеры, мои бывшие выпускники. Каким образом? Они приходят на занятия. Был у нас один такой случай интересный, когда ведущий Европы Плюс, наш бывший ученик, он занимался с детьми именно постановкой голоса и речи. Но, к сожалению, он уехал, и занятия закончились. Так что, в принципе, все вот так вот приходится... Все эти задачи вы берете на себя, да? Ну, по сути, да. А я вот заметила у вас какие-то награды. Можете ли вы рассказать, пожалуйста, поподробнее, что это, откуда? Вы знаете, если бы я принесла все свои награды, вернее, не мои, извините, награды детей, то мне бы понадобился небольшой мешочек, явно. Я принесла те, которые мне, как руководителю, дороги больше всего. Это когда-то проводился международный кинофестиваль, конкурс «Сталкер». И там была взрослая номинация и детская номинация. И вот мы четыре года подряд, четыре года подряд взяли гран-при. Вау! Да. И как, сложным, очень долгим трудом вам это досталось? Ну, вы получили эту награду. Ну, дело в том, что на эти фестивали принимаются не репортажи, а фильмы. А, то есть вы... Да, и вот один из призов получил фильм «Беслан», который сняли наши дети в то время, когда вот эти все события случились. И мы, кстати, первые в истории России на телевидении наш фильм вышел на экран. А вот мне интересно, где сейчас, извините, что перебила, вот эти дети, благодаря которым вы многократно были победителями? Ну, вы знаете, что они же выпускники наши. Ну, вот авторы фильма «Беслан», девочки две, вот, они, значит, живут сейчас в Москве. Но они состоялись как журналисты? Нет, нет, как журналисты нет. Вот, ну, у нас есть другие примеры, во всяком случае, за 25 лет у нас больше 80 человек работают в этой области, в этой специальности. А я думала, они входили в этот отряд супергероев. Ну, одна из девочек, Залина Богазова была участницей этих событий. Она первая давала интервью иностранным журналистам, вот, да, у нее погибли мама и сестра. Вот, она журналистка, она закончила МГУ и сейчас работает журналистом. Девочки, куда планируете поступать? Да то, мне кажется, я сама еще даже не разобралась, куда я поступлю. Ну, ладно. Ну, тогда... Есть время на раздумья, наверное, еще. Да, вопрос немного попроще. Есть ли цели у вас в жизни? Если да, то какие? Цели, конечно, есть, их много, но основная – это самореализоваться в профессии журналиста, найти себя. Да, и сделать так, чтобы на работу я шла не как на каторгу, а чтобы я получала от этого удовольствие. Ирина, кстати, вы на работу идете как на каторгу и удовольствие получаете? Вы знаете, я никак не могу расстаться с детьми. Вот, мне это очень интересно, потому что бывают на самом деле уникальные дети, с которыми хочется работать, и это интересно. А потом, что же я буду еще делать на пенсии, если не заниматься с детьми? Ну, по факту, да. Нет, нет, в принципе, ну, я сама пишущий журналист, я не могу без творчества, вот, поэтому мне с ними легко. Это здорово, когда человек на своем месте. Спасибо вам большое за то, что сейчас, в данный момент, вы тоже, я думаю, на своем месте, потому что у нас состоялась очень приятная, позитивная беседа. Прямо делитесь таким позитивным. Просто вам еще раз с юбилеем. Спасибо большое. Как создать праздничное настроение? Ну, наверное, Лер, составить развлекательную программу. Составить вкусное меню. И в этом нам помогут жители города. Честно говоря, люблю осинские блюда. Олибо, сахараджельт. Мясо по-французски. Салат «Цезарь». Осинские пироги. Осинские пироги. Самса. Манты. Мамин тортик я очень люблю. Осинские пироги. Конечно, осинские пироги, что может быть вкуснее. Очень люблю. Все, что мама готовит, все такое вот. Вообще, гороховый суп люблю. Прекрасная вещь, отличный вкус. Питательный. Курица в духовке, на бутылке. Макароны микротерета. Фочан. Пирог с мясом. Фочан. Особенно фочан. Самый лучший. В полипах тоже люблю. Я люблю шашлык кушать или фижонок по-систински. Мое любимое праздничное блюдо – это осинские пироги. Лучше них я ничего на свете не пробовал. Тома, я узнала такой интересный факт про шоколад. Ты знала, что во времена мая люди платили какао-бобами. И находились такие умельцы, которые поделывали шоколад. И им вроде бы это удавалось. Здорово. Но мне кажется, что если бы наша гостья оказалась в прошлом, то она бы была вполне успешным человеком. Но сегодня она нам расскажет, как делать шоколадный праздничный десерт. У нас в студии Марина Тавасиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас в шоколатье. Чем будете удивлять? Чем буду удивлять? Ну, сегодня тот случай, когда буду удивлять не я, а будут удивлять вот эти девочки, которые будут сегодня в шоколатье. А мы будем удивляться. А я буду удивляться. Да, мы будем удивляться и наблюдать за этим, и немножечко им подсказывать. Значит, сегодня я принесла специальные пищевые красители. Или, конечно же, шоколад. Говорят, что я была бы очень успешной во времена мая. Да, с самым влиятельным человеком, на минуточку. Да, мне хочется быть успешной сейчас, поэтому буду над этим работать. И мы еще сделаем шоколадные плиточки, в этом мне помогут девочки. Ну, давайте приступать тогда. Давайте, поскорее. Так, для начала наденем фартуки. Давайте. Вот они, давайте. Раздаем. Раздаем, я помогаю. Да. Я сегодня первый раз без фартука. Так, девочки. А я в фартуке, получается, первый раз. Лера, давай помогу. Есть. Давайте в задницу. Вот такие мы теперь домохозяюшки. Шоколадье. Шоколадье, ладно. Девочки, вы когда-нибудь делали шоколадные плитки? Нет. Я тоже нет. До этого момента только ели, да? Так, девочки, смотрите, я принесла вам темный шоколад, из которого мы сделаем шоколадные плитки. Для этого я принесла вот такую вот специальную форму. Это поликарбонатная форма. Здесь у нас получится три шоколадки. И принесла белый шоколад, который мы будем окрашивать. Этим занимается вы. И я вам покажу, как это делается. Но для начала нам нужно затемперировать шоколад. Шоколад у нас сейчас вот в таком вот жидком виде. Нам нужно померить температуру шоколада. Она должна быть 35 градусов. А потом мы добавим туда какао-масло. И таким образом мы его затемперируем. То есть доведем до рабочей температуры. Померим его температуру. Какая-то отвертка. Это термометр, погружной термометр. Он покажет нам точную температуру нашего шоколада. Если она у нас будет ниже 35 градусов, мы немножко его подогреем. Так, девочки, за этим следите вы. Так, измерите. И когда покажется там температура, когда уже цифрыки не будут расти, значит, мы достигли нужной температуры. Здесь шоколад темперировать не нужно при окрашивании. Сейчас мы его разольем по вот этим вот мисочкам и окрасим. Тома, ты же мне поможешь. Тома. Конечно, помогу. Давай. Так, разливайте по чуть-чуть. Какой он тепленький. Тепленький. Не обязательно его распределить на две части. Можете по чуть-чуть пока залить, потому что мы будем разбавлять цвета. Так, сколько он у нас там получил? Все, наверное, да? Все, все. 29,7. Его нужно... Марин, вот так достаточно? А, ну, покажите. Да, достаточно. Отлично. Похоже на сгущенку. Да. Кстати, да. Температура нашего шоколада 35 градусов. Мы добавляем сюда немного микрио. И сейчас мы его затемперируем. А для чего это нужно? Мы не можем создавать шоколадное изделие и быть уверены, что оно у нас выпадет из формы, если не затемперируем шоколад. То есть не доведем до рабочей температуры. Как я обещала, я сегодня не работаю. Вы все перемешали. Перемешай. Да. У меня выходной. День шоколадье. Смотрите, девочки, нужно добавить немного красителя. А если мы добавим много? Красота. Цвет наш будет ярким и насыщенным. Да. Да. А мы хотим, чтобы мы могли разбавить несколько цветов. Допустим. Красота какая. Так, и это теперь нужно перемешать. Нам бы еще одну ложечку. Мешай. Обалдеть. Какая красота. По-моему, все. И теперь нужно это разлить по мешочкам. У вас есть для этого мешочки? Открывайте. Марина, какие красители можно использовать? Пищевые, максимально не содержащие канцерогенов. Да, вот эти красители, это специальные красители, жирорастворимые для шоколада. Я использую в основном их. Я использую в основном их. Так, теперь сейчас мы... Я с таким аппетитом это буду все кушать. Так. Мне жалко, что вы смотрите по ту сторону экрана. Смотри, что происходит там. Да, вот здесь у нас натуральный цвет шоколада. Так. И вправду как слайм. Открывайся. Открывайся. Кстати, он же загустевается временем. Да, да, да. Что с ним нужно делать? Нужно быстрее. Нужно быстро, да, работать? Угу. Сейчас его нужно в мешочек отсадить. Так. Разогреваешься. Ну ладно, красавчик. Ага. Теперь, девочки, надо ваши мешочки перевязать. Так. Теперь надо этот шоколад. Мы помещаем в мешочек. Я всегда хотела себе купить мешочек, потому что... Почему? Я люблю всякое готовить, я люблю делать безе. Безе. Хоть и редко это делаю. Так. Сейчас мы твой оранжевый шоколад поместим сюда. Ну если смотреть на мою дачу, этот пакет должен упасть сейчас. Это потому что я рядом. Это просто будет бимбо. Бимбо. И теперь ты вот так вот. Угу. Все под конец. Все. К основанию мешочка перевязываем. Делаем малюсенькую, вот малюсенькую микроскопическую дырочку. И я предлагаю сделать какой-то абстрактный рисунок. Сейчас на дворе осень. Моя любимая. И будет Хэллоуин. Или это не очень. Хэллоуин. Хорошо. Я живу. У меня... Я-то сама в Осетии, но... Моя душа в Америке. Да. Держи. Душой ты в Америке. Может, ты вправо сделаешь? Это будет хэллоуин, скорее всего, да? Да. Нужно маленькой дырочкой. И теперь ты можешь рисовать какой-то абстрактный рисунок. Вау, 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 вау. Но старайся не делать его слишком... Толстым слоем? Толстым слоем, да. Потому что потом мы на него будем сверху класть шоколадку. Давай. А вы за это время можете покрасить... А площадь какую должен ты понимать? Примерно вот такая вот площадь у нас будет. А, то есть большой должен быть. Много работы. Да. А вы можете в это время покрасить желтым цветом шоколад. Наконец-то. Так, девочки. А вы должны создать как минимум две шоколадки. Надо понять. Вот вы работаете с шоколадом, как я поняла, довольно много. А как вы сохранили такую идеальную фигуру? Кстати, да. Есть ли какой-то секрет, как есть шоколад и не толстеть? Ага, я была не готова к такому вопросу. Спасибо. Спасибо, в первую очередь, да, что задали. Мне будет уж так повышать самооценку. Но я открою вам секрет, но это никак не должно повлиять на продажи конфет моей фирмы. Я не ем свои конфеты. А, жаль. Я не ем конфеты, потому что это как любой кондитер, он практически не ест сладости, которые он готовит, потому что он уже ими перенасытил. Хорошо. А вот именно кулинарное изделие вы любите больше всего готовить? Какое кулинарное изделие? Оно никакое отношение не имеет к шоколаду. Я очень люблю... Ну, именно шоколадное. А, именно шоколадное. Ну, конфеты, которые потом люди пробуют с удовольствием, и я знаю, что они им нравятся. Для меня это самое приятное изделие, которое я могу приготовить. А так, я люблю готовить пиццу. Дырочки у вас получились довольно-таки маленькие. Давайте я сделаю ее чуть побольше. Какая шоколадная листья. Нет-нет-нет, ты можешь... Ее не заполнять. Ты можешь заполнять это более энергично. Смотри, вот, например, вот так. Вот так, вот, вот так. Держи. А почему у них все так легко? А кто-то хотел сегодня рисовать шоколадом, если я помню. Так, а мне заполнять вот это все пространство получается, да? Да, давай. Дай более фантазии. Это должен быть листик. А что должно получиться у нас в конечном счете? То, что вы хотите. А, окей. Что-то осеннее, что-то осеннее. Что-то шоколадное хочется. Так, а теперь покажи. Я надо вспомнить, как рисуется открыт. Теперь надо постучать по нашей форме. Давайте-давайте, я излишки шоколада сниму. Вот у нас для этого есть вот такой вот шпатый. Чтобы вы не думали, я не покупала его в строительном магазине. Это все кондитерское. Я думала, чем больше шоколада, тем лучше. Я тоже так думаю. Давай еще вот здесь. Ага. Так. Это... Я думала, что я буду просто наблюдать. Нет. Не получится. Нет. Так, секундочку. А ну давайте, теперь пришло время применить шпатель. Смотрите, девочки, я не зря стучу. Это я делаю для того, чтобы на дне формы у нас есть воздух. И мы таким образом, мы этот воздух... Утром буваешь, да? Да. Утром буваем. Так, что у тебя там с осенними красками? Это я делаю тыква. Это тыква? Да, это должна была быть тыква. А там будет что-нибудь страшненькое? Хэллоуин это все-таки страшный праздник. Марин, у нас такая ситуация. У Лерыной подруги завтра день рождения, и вот ей нужно ее чем-то удивить. Вот такими произведениями удастся Лере поразить воображение твоей подруги? Я вам открою секрет. Никто бы не сказал вам этого, кроме меня. Все в руках у Леры. Все, что ей нужно. На меня лучше не надеяться, дорогая моя подруга. Все в руках у Леры. Вот так вот мы снимаем излишки шоколада. Для этого нам понадобится, можно даже использовать строительный шпатель. Главное, чтобы до этого не было в использовании папой, дедушкой. Можно сделать, наверное, понасыщенней. Так иронично, я просто только вчера видела видео, где девушка делает печеньку только в виде тыквы, а у меня получается какое-то пятно. Пятно? Вот что я делаю не так? Ничего страшного. А вы мне дадите немного, чтобы глазки сделать шоколадным? Темным шоколадом у нас тут вот излишек есть. Отлично. Так. Девочки, сейчас мы отправим этот холодильник, отправим этот шоколад, эту форму с шоколадными будущими плитками в холодильник, чтобы это застыло. Если мы правильно затемперировали шоколад, а вы это делали под моим присмотром, значит, он затемперирован правильно. И сейчас мы отправим это в холодильник для застывания. Отлично. Все. Девочки, вот они, наши шоколадки. Они у нас застыли, остыли и готовы к тому, чтобы мы их сейчас аккуратненько достали. Лера, твоя тыква самая лучшая. Это шедевры, правда. Это шедевр. Это шедевр. Мы просто поместим это. Посмотрите, как это круто получилось. Я готова к келую. Шоколадки у нас тоже ничего, чтобы вы знали. Чтобы вы знали, мы их сейчас достанем. Они вот уже раз. Ой, какие красивые. Как они легко, кстати, выпали. А почему? Потому что мы затемперировали шоколад. А по чьим руководству? Ага. Здорово, и выглядят очень красиво. Вот такие у нас шоколадочки получились. Они очень тоненькие. Очень вкусные. Главное, натуральные. Приготовленные вручную. И съеденные мной сейчас. Да, и вот такие вот шоколадочки может приготовить абсолютно каждый, если придет на мероприятие, которое я организовываю в рамках своего социального проекта. Вместе с Комитетом по делам молодежи мы будем вместе с ребятами в количестве 100 человек делать шоколадные изделия для ветеранов. Подарочки. Вот, так что приходите все, буду рада вас видеть и провести для вас вот такой вот массовый мастер-класс. Марина, спасибо большое за то, что вы пришли, за вот эти шедевры, которые, конечно, создавала Лера. Лер, я тебя такого не ожидала. Лера, да. Я тоже тебя такого не ожидала. Это что такое? Здорово. Это просто волшебные мешочки. И, девочки, спасибо вам большое за то, что помогали. Вам спасибо за приглашение. Да, думаю, благодаря сегодняшней программе я знаю, что подарить подруге. Да, надеюсь, и для вас наша программа была полезной. Это был вкусный и классный час. Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»